То, что произошло вчера, 30 сентября, в день Великой Победы, крайне возмутительно и недопустимо. Исполнительная власть в лице МВД, представители, избивают представителя законодательной власти. Хочу зачитать, о чем гласит Конституция Республики Абхазия. Глава 2, статья 15 Конституции Республики Абхазия гласит, что никто не может быть подвергнут пыткам, насилию, другому жесткому или иному, или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию. Имеются в виду обычные граждане. А здесь законодательная власть, депутат парламента, избивают его до крови, поднимают в день Победы на ветеранов, на инвалидов войны. Это крайне недопустимо. Мы очень сильно возмущены. Друзья, родственники и просто граждане. На мой взгляд, единственный выход из сложившейся ситуации может быть только один. Это отставка министра МВД. Они бывшие мои ученики. Я у них в свое время был классом руководителем. Это такие ребята, за которых на самом деле к разным никогда не приходилось. Я как-то говорил и повторюсь еще раз. Их тела, и на их тела невозможно смотреть от ран, которые они получили во время Отечественной войны в 92-м и 93-х годах. Все трудности пережили. При всем при этом они сегодня продолжают работать и приносят пользу себе и окружающим людям. Никогда в своей жизни ни одного преступления, малейшего привлечения к ответственности по отношению к ним не было. Я на самом деле горжусь и село гордится. Вот такие они ребята. И в тот день вчера что случилось, ну на самом деле, если сказать, что неприятно, это очень мягко сказано. Мы сидели, я был дома, они мне позвонили и сказали, Нукзар Валерьевич, мы хотим, что посидим 9-10 человек, и чтобы вы тоже с нами были. Я с ними сидел, мы время великолепно провели. Это вы можете даже спросить в ресторане у обслужившего персонала, как они себя вели, как мы вышли с хорошим настроением оттуда. Все было великолепно, ладно. Я шел впереди с некоторыми людьми, дошел, я побыстрее пошел к машине. Мы в это время прозвучали выстрелы. Но, как говорится, я сам не видел, кто стрелял. Вот я вот говорил, сегодня уже третий раз говорю, Ашхангирев Жаня в свое время сказал, что между правдой и ложью ладонь одна. То, что услышишь, не всегда правда. То, что увидишь, это правда. Я не видел. Но это, видимо, сам, кто совершил это, он сам об этом говорит, сам об этом признается. И уже мы садились в машину, и когда я услышал шум и крик, повернулся, а там идет уже не драка это была. Драка это когда одна сторона бьет, и вторая отвечает. Тут такое не было. Тут одна сторона избивала, и очень даже плотно, и капитально, если так грубо сказать. Вот, я говорю, безусловно, безучастным не мог быть. Я сразу рванул и говорю, успокойтесь, люди, любой вопрос неразрешимого нету. Сегодня такой праздник, не будем омрачать, все такое и так далее. Но мне, я не помню, сейчас фамилию не знаю, но он мне сказал, успокой своих. Я говорю, как своих, мы все, мы все свои здесь, нет своих, нет чужих, слушайте. Ну, у нас одна родина, мы одна нация, боже мой, и так далее. И тому подобное, но из-за моих слов это не остановилось. Это продолжалось несколько минут. Ну, когда человек от тебя избивает, наверное, лишнее тоже скажет, лишнее что-то крыть, ну, всякое бывает. Мы все люди. Но вели мы себя, по крайней мере, эти ребята, вели адекватно. После этого, бывает обычно, идут и побитые они, что-то громят, ругаются. Тихо, спокойно они в сели, я их всех развез по больнице. И они сегодня ходят в наклейках, и вот зашиты у них, как говорится, швы на лошади. Обсуждаем эту ситуацию, которая была на берегу моря. Со стрельбой, в которой участвовал наш депутат и ветераны Отечественной войны. Заслуженные люди, бывшие директора школы, бывшие глава администрации села, джигжа и так далее. Мы с ними встречались здесь, долго мы их выслушали, выслушали нашего коллеги, присутствие представителя генеральной прокуратуры, городской прокуратуры. В целях предотвращения нарастания общественно-политической напряженности и в связи с обращением Совета и жителей села, Дзюджа, Народное собрание Парламента Республики Абхазия постановляет. Первое. Генеральному прокурору Республики Абхазия Агарба совместно с председателем СГБ в срок до 7 октября 2021 года провести необходимые следственные действия. По факту, в данном тексте указано инцидента, но я так понимаю, что было принято решение, к слову инцидента, заменить избиение. Остановление, прошу голосовать. Обычным нашим, поднятием руки. Да, прошу прочитать, осмотреть. Да, поздравление. Не принято, да? Не принято. Остановление. Они прислушают наши издательства. Что не надо? Выспокойно хотите? Я, 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 я. В целом сомнении, факты здесь есть. Ветерана, рау-тишный ветеран. Избили ветерана в писан-вебе. Вы поймете, в полной мере материалы были представлены. У меня есть вопросы. Я предложил пригласить сюда министра внутренних дел и тоже от него услышать. Мы должны всесторонних изучить. Скажи мне, я понимаю. А что вы здесь отражены в заявлении происходящего? Мы не дошли до этого, почему не пришел? Мы дошли до этого. Я считаю, что мы должны делать позаконность. А что мы противозаконного делаем? Я считаю, что мы противозаконного. Хорошо, давайте пригласим. Если там есть это принципиально. Прислушайте, мы будем ждать здесь. Давайте. Давайте. Если у вас так ранено. Присажаем. 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 Это же парламент все-таки. Понимаете? И я голосовал за документ. Знаете почему? Потому что он дал нам возможность увести ситуацию с улицы и разбираться по существу. В том числе, я здесь спросил, я хочу увидеть и министра самого тоже, и услышать, что он говорит, тоже хочу. Но теперь у нас нет такой возможности, к сожалению. Я надеюсь, что мы сейчас переговорим с коллегами. Это не ход против министра или замминистра. Эта ситуация просто, мне кажется, уйдет в правильном направлении. Вот и все. А где министр МВД сам находится? Где вообще он стал? Он не считает, нужно против людям просто объяснить. Да, правильный сбивать депутатов парламента никто не имеет права. Сразу институция нарушена, все права нарушены. Армии права. Вчера еще не сыпать в двух год хара. Всех попросили мы, чтобы разошлись по домам. Чтобы в понедельник собрался 35 депутатов. Если в такой ситуации депутат, если не придет на заседание, я считаю, он враг всех нас, он враг народа. 35 депутатов соберутся и думают, что они вынесут правильное решение. А сейчас всех мы просим разойтись по домам. И всех поблагодарил, всех благодарю вас еще раз. Давайте мы нормально отнесемся. Снег пошел, кстати.